Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня мы с вами отправляемся в Венецию, и я буду сегодня в роли туриста, потому что мне позвонила моя подписчица с Берлина. Вы помните, я встретила на пиаце Сан-Марко в Флориане, когда я снимала в Флориане, вот там видео. У меня девочки просто увидели и говорят, Жанна, Жанна, вот просто меня позвали. Я думаю, боже, кто это? Оказывается, это подписчицы с Берлина. Две творческие девчонки, два модельера, дизайнера, стилиста, модельера, да. И одна из них сегодня мне позвонила, говорит, Жанночка, пожалуйста, я приглашаю вас в роли туриста, потому что хочу вам показать, какие мне уже интересны, какие уже места в Венеции я полюбила. И я чувствую там уже, как бы, энергию, как бы, места силы, как она говорит. Это же творческие люди, они прилетели сюда на две недели, вот, да, сняли себе апартаменты на две недели, чтобы насладиться. И гуляют по одному, вот, иногда вдвоем, иногда по одному, просто наслаждаются Венецией. Так что идем и гуляем, мне тоже очень даже интересно. Хочу сказать, что я нашла в одном торговом центре вот такие вот розовые крылья ангела, да. Но нет никого рядышком, чтобы сфоткать меня на фоне этих крыльев. Ну, конечно, я понимаю, что я далеко не ангел. Но фотографии были бы прикольные. Все, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пошли гулять. Мое капучино. Я просто вам хочу показать, что это так вот с видом на канал. Классно, да? Еще хочу вот эту бабка, называется у них Баба, с лимончелой есть и с Ромом. С Ромом мне нравится, я пробовала, а с лимончелой еще не пробовала. Сейчас попробую. Обычно я беру вот эти вот маленькие, с худничкой, с малинкой. Вот красивый кадр получается, вот эти арки, такое небо, такое небо голубое, как говорила Алиса в сказке Буратино. Сан-Джорджио видим вот там, через канал, где я вам неоднократно говорила, что лучше подняться на ту тору, на Сан-Джорджио. Будете видеть всю лагуру, практически всю Венецию. Потому что, если поднимаетесь на Сан-Марко, это очень большая очередь, а там никогда очереди нет. И хорошие барчики есть, и кильзы есть, что посмотреть. Там тоже езуиты, эту кильзы строили. Вот, это мальтийский орден езуиты. Вы же знаете, что их центр находится на Мальче. А я иду сюда. Какая-то стройка идёт, что-то расстроит в Венеции. Тут просто хочу, чтобы вы видели, сколько людей, много туристов. Маура работает, говорит, что много итальянцев, туристов, приезжали с других городов, с других регионов Италии. Но ничего не покупают итальянцы. Он считает, что итальянцы очень бедные сейчас. И они рассчитывают на туристов с Америки и на туристов с Россией. Он говорит, заходит пара с Россией и сразу вынимают 300-500 евро. Покупают безразговорочно. То, 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 то. Упакуйте, пожалуйста. И также американцы. Вот. А все остальные посмотреть. Ну, в принципе, я бы тоже так очень не покупала бы стекло. Но сколько его надо? Ну, раз приехал в Венецию, конечно, хочется купить на память. Ну, тоже выборочно, чтобы подходила в интерьер. Все так. Вот. Салюты. Иду. Еще одну остановочку мне надо, и там девочки меня ждут. Хочу подъехать в одну остановку. Сейчас на Вапаретто номер один. Мне надо туда проехать в сторону Рома. Я не на Лидо. Вапаретто номер один едет на Лидо через весь Гранкалал, я вам говорила. А другая сторона, конечно, Пьяца Рома. Мне сейчас надо в сторону Пьяца Рома, потому что я хочу выйти возле Академии. Возле Востал Академии. Смотрите, сколько барок. Здесь и частные барки, и такси. Частных нет. Вообще, в Венеции, вот в этом месте частным баркам нельзя ездить. Вот у меня девочки хотели, чтобы я им заказала приватную частную барку, чтобы погулять по каналу и потом поехать туда, в аэропорт. А нельзя. Аэропорт тоже же надо иметь лицензию. Такси можно заказать любое, нет проблем. 140 евро в основном стоит час на такси. И такси имеет право заезжать в аэропорт. А приватная барка не имеет права заехать в аэропорт. Вот так. А вот тут поменяли, я вижу эти столбы. Тут поменяли. Тут уже новые. Относительно новые, да. Вы видите, какая непредсказуемая погода Венеции. Вот полчаса назад мне было холодно, ужасно. Я думала менять пальто, одевать кофту. Сейчас солнце вышло. Вот потому я всегда говорю, что венецианцы ходят. Одна сумочка маленькая через плечо. И, конечно, на плечо еще одна большая торба. Потому что они берут с собой и переобусы, и шарф обязательно, и какую-то теплую одежду. Потому что они знают, что их ждет на протяжении дня. Вот вам Венеция загадочная такая. Так, ну мы с Маринкой. Маринка меня тут ждет. Марина – это дизайнер с Берлина. Ее приглашают на все фэшн, на все показы. В Франции, в Париж, в Италию, в Милан. На все показы мод. Конечно, она выбрала хорошее место выпить капучино. Ну, умница, конечно. Мне интересно даже, сколько будет стоить капучино. Моя ты золотая. Бонжорно. И что красиво, ваша место. Комплименты. Реставрировано все. Белисимо. Комплименты. Белисимо в Венециану и не порта Милан. Поехали. Я уже изучать Венецию. Не говори. Ты уже не только Венецию изучила. Я думаю, что ты всю Италию изучила. И Милан, и Рим, да? Побывала. везде и париджи браво я уже посмотрела твой профиль в инстаграме все поняла что ты у нас за птица вот и собушку тут нашла красы ну спасибо благодаря тебе и я вот такое красивое место сниму а я никогда не была на этой стороне потому что там много туристов тут меньше туристов слушай но вы же брали апартаменты с террасы на на крыше на крыше поднимаемся на я поняла можно наслаждаться наслаждаться вот смотрите перед нами мост академии вот там впереди и если мы едем по этому гранд-каналу в ту сторону мы попадаем на пиацу рома а вот следующая сторона мы уже сан марка мы же видим вот эту тору на сан марка и через весь канар мы едем на канал мы едем на лидом это тоже барки подъезжают боже спасибо марина всем заканчивая съемку буду наслаждаться капучино знаешь что даже предупреждают в барах предупреждают что вы не покупайте еду если покупаете то прячьтесь потому что не забираю голуби или бакланы бакланы габьяны они у них почему он так назван да почему он назван потому что оказывает но в этом на этом месте женщины которые жили в этих домах должны были стоять перед окнану с открытым так и что ради того чтобы привлекать внимание младых парней 20-летних очень много было голубых всегда здесь было много история возвращаемся к истории очень много было голубых и для того чтобы мальчики обращали внимание не на мальчиков а уже на женские груди в окнах ставили женщины с открытым грудью и этот мост также сейчас там стоит фонтан с фонтан с этими грудьми так и и из этих грудей идет водичка идем к маурам смотрите догулялись мы с мариной до вечера должны были побыть два часика мессия получилось что мы уже полдня вместе не скажи сколько мы встретились два часа да а сейчас уже всем наверное да время пролетело незаметно да прикинь да вот и уже зашли перекусить немножко допить допить еще не допили это уже третье просека но мы не только просто копили мы еще кафе карета что еще с приступила до короче мало пила будьте здоровы приятно встречать хороших друзей друзей вот видишь я сказала друзей даже смотри это так просто вырвалась людей друзей до вас которыми просто так вот легко как бы ты знаешь человека уже сто лет собака я ее завела от немножечко по своим точкам вот у нее эмоции кстати она реагирует на все вещи как реагирую я даже у нас одна марка очки и вещи добре все заканчиваю будем кушать всем приятного вечера здравствуйте друзья еще раз хочу закончить видео как бы так сделать такую подводку я дома вы уже видите что я дома вот вы уже знаете мою квартиру мой интерьер уже все совсем знакомы ну те которые конечно следят за моими видео хочу сказать что вот сегодняшней прогулкой с мариной я была очень приятно удивлена она мне водила по таким местам где реально не было или я не обращала внимание и мне очень приятно что вот она это заметила она это прочувствовал потому что как я поняла я тоже чувствую также как и она ему я понимаю что я не одна в этом мире за своими вот такими какими-то взглядами на определенные вещи еще мне тоже заинтересовала не не заинтересовал это неправильно просто впечатлило то что когда я завела ее к женщине которая там шьет вышивает делает бижутерию бутик этой женщине отвела а там у нее парализованная собачка которую она спасла когда-то хозяева выбросили на улицу она ее спасла и вот она парализованная уже 7 лет лежит вот и когда марина это увидела я просто завела в магазин и рассказываю историю этой собачки вот потому что не понимает итальянского языка ну немножко понимает но так чтобы разговорный так вот быстрый то конечно нет потому что надо здесь жить вот или иметь итальянца друга по другу вот и она вы знаете она начала рыдать и она выняла 20 евро и дала для этой женщины хозяйки бутика эта хозяйка вред вы что возьмите что-нибудь нет я дим она ведь ну это моя жизнь я люблю помогать животным людям животным вот и это не первая собачка к которой я спасла но марина все-таки оставила деньги и вся в слезах ушла на улицу это меня поразило а еще пока мы с ней гуляли мы думали два-три часика там обсудим некоторые интересующие нас совместные вопросики вот но получилось что это затянулось и так очень даже надолго и мне не всегда было удобно снимать понимаете ну как-то но некрасиво когда идет интересный разговор да я тут буду с камерой постоянно это но некрасиво никак не вписывается в рамки приличия ну вот но все-таки потом маура звонить девы есть а мы говорим что мы зашли покушать и там немножко перекусить там рыбки суши вот на говорит боже мне же друг берлине вот тоже него рестораны суши вот я ищу венец и кушаю суши на сделаем и фотографии сбросила то мауру пришел к нам после работы и я в римауру ты знаешь ты посмотри пожалуйста вот марины там она выставляла свои коллекции там 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 бред и посмотри пожалуйста вот что это за человечек вот интересный такой такой она кстати играет вольф и она считается одной из лучших игроков гольфа в германии вот ну то бишь много всего интересны просто не знаю можно рассказывать или нельзя рассказывать потому что но может человек просто мне так открылся я не хочу там бла-бла-бла-бла но вару и я уже все видел пока вы гуляли и она вел справки вот этот хочу вам сказать за итальянцев я навел справки я пересмотрел ее везде на иску я не говорю вам просто фамилия но ему искала фамилию он все просмотрел все уже видел он уже знал что она за фрукт то же самое было со мной оказывается когда мы познакомились он спросил имя фамилия там да вот и потом уже там спустя уже какое-то время он говорит а ты знаешь что перед тем как идти к тебе вот так на конкретное свидание уже так вот то я пролистал все где я сейчас вышла с пейсбука уже шесть или семь месяцев назад вышла с фейсбука не хочу возвращаться вот только на инстаграме чуточку там есть и вот ю тубе все везде закрыла никаких контактов никуда ничего он все обо мне узнал вот что один нож то возможно было и потом он обсудил передумал и решил что да можно с ней встречаться вот это тоже возьмите себе на заметочку всем попал всем спасибо за просмотр подписывайтесь если вам интересно и не буду дальше искать интересные моменты все удачки всем любви здоровья и всего самого хорошего